Человек с прокачанным имиджем это поистине завораживающее сердце картина. Это обаяние в квадрате, умноженное на харизму. Хотите быть таким человеком? Тогда сегодняшние советы именно для вас. И, конечно же, первое, что вам нужно сделать, это посмотреть на себя со стороны. Удивительно, но большинство людей живут или не имея образа самого себя, или этот их образ самого себя не соответствует реальности. Поэтому призываю вас посмотреть на себя трезво. И признайте те детали вашего характера и вашей внешности, которые мешают вам быть тем, что вам хочется видеть на месте себя. А это чушь про то, что нужно полюбить себя таким, какой ты есть, вообще принять себя со всеми своими недостатками. Это для ленивых. Итак, первый шаг. Определите честно, кто вы есть. Далее возьмите лист бумаги, если он вам понадобится для этого, и подробно опишите ваше «я идеально». И уже затем начинайте работать в направлении того, чтобы ваше «я реальное» совпало с «я идеальным». Но только не нужно делать это силой мысли или методом самовнушения. Нет, здесь вот реально придется поработать. И первое, с чем вы столкнетесь, это, конечно же, ваш физический облик. Забегая вперед, сразу скажу, что прокачанный имидж – это не только ваша внешность. Но об этом мы поговорим чуть позже. Все-таки первое, с чем вы столкнетесь, это с вашим физическим обликом. И давайте прямо сейчас обозначим основные моменты внешности человека с прокачанным имиджем. Итак, первое. Зубы. Это только кажется, что зубы находятся во рту, а значит, их не видно. На самом деле, для того, чтобы ваш собеседник не обращал внимания на ваши зубы, вам придется мало говорить, практически не открывая рта, вот как бы безэмоционально, что, мне кажется, невозможно. Даже если вы и попытаетесь, то, скорее всего, будете выглядеть настолько нелепо, что говорить об имидже в этом случае не придется вообще. Более того, я скажу так, что зубы, как и глаза, они всегда на видном месте. И они формируют первое впечатление. И уж я тем более молчу про запах изо рта. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, навестить стоматолога. Как бы банально это ни звучало. Посетите стоматолога и узнайте, что вы можете сделать для красоты вашей улыбки. Если вам нужно поставить брекеты, не знаю, пломбы, еще что-то, делайте это. Не экономьте на красоте вашей улыбки. Это очень важно. Я даже скажу больше. Если у вас не будет красивой улыбки, у вас не будет успеха. Потому что обратите внимание на то, как за этим следят успешные бизнесмены, американцы. Они себе не позволяют такого. Но если с вашими зубами так визуально все более-менее в порядке, то, конечно же, не стоит забывать о личной гигиене. И я хотела бы вам напомнить, что недостаточно пользоваться там каждое утро и вечер лишь зубной щеткой и пастой. Помните, что зубы это всего лишь 25% от всей полости вашего рта. Также там есть десна, спинка языка, внутренние стороны щек. И там скапливается огромное количество бактерий, микробов, которые могут провоцировать различные заболевания. Ну что, неприятнее всего, да? И вероятнее, это неприятный запах. Для полноценного ухода за полостью рта обязательно включите еще и ополаскиватель. Что касается меня, то, возможно, некоторые уже знают, в курсе, что я принимаю сейчас участие в одной компании, которая называется «Перезагрузка. 21 день с листерин». Смысл программы в том, что вы 3 недели пользуетесь этим продуктом. 2 раза в день, утром и вечером. У меня сейчас 14 день программы, но, честно вам скажу, не нужно дожидаться 21 дня, чтобы ощутить реальный эффект от использования ополаскивателя. Уже после первого применения вы ощутите колоссальную разницу, каково это чистить просто зубы зубной щеткой и пастой, или плюс добавить еще ополаскиватель. Свежее дыхание, чистота полости рта и здоровые десны вам гарантированы. Но, конечно, чем дальше, тем лучше, и лично со мной эта привычка останется больше, чем на 21 день. Я могу есть все, что угодно, не знаю, пить все, что угодно, и меня совершенно ничего не беспокоит. Поэтому я вас также призываю принять участие в этой программе. Более подробно по ссылке в описании под этим видео. Наслаждайтесь свежестью вашего дыхания, чистотой полости рта, и, конечно же, выигрывайте ценные призы, которые вам предоставит листерин. Но мы с вами идем дальше. Итак, ваше тело. Фитнес или бодибилдинг – это реальный инструмент, которым вы можете прокачать свой имидж. Это просто волшебный инструмент, при помощи которого вы реально можете менять форму своего тела. Вы только вообразите, мышцы – это вот своего рода глина, из которой вы можете слепить свой собственный силуэт. Да, кому-то подойдет мощная мускулатура, кому-то лучше будет чуть суше, ну а девушкам, конечно, объемы нужны только в определенных местах. Внешняя красота поддерживает самооценку, дает мотивацию, стимул вкладывать энергию снова и снова. Многие мне скажут, что имидж – это в первую очередь стиль, но поверьте мне, если с формами у вас все хорошо, то на вас сядет любая одежда. Начните формировать свой облик, лепите свою фигуру в реальности, затем уже начните ее наряжать в одежду, потом научите ее двигаться правильно и красиво, и, конечно же, говорить. И да, напоминаю вам, что вкладывая все ваше время, силы и деньги в ваше тело, не забывайте, что имидж – это не только ваша внешность, но и коммуникация. Поэтому следующий совет – ищите опоры внутри. Если у вас нет сформированного вами же образа себя, яркого, любимого и востребованного, то, как правило, вы начинаете все искать любви, но не как таковой любви, а для того, чтобы кто-то вас полюбил, оценил, и благодаря этому вы как бы обрели себя. Всегда, когда человек сам себя не любит, он начинает искать женщину или мужчину, для того, чтобы тот сделал это за него. Но сразу вам скажу, что такие отношения, они обречены, потому что вы пытаетесь найти в этом случае опору в другом, в то время как вы должны найти эту опору в самом себе. Люди же с прокачанным имиджем любят себя, знают себе цену, у них есть свой, собственно, сформированный образ себя, яркие, независимые, любимые, и они не цепляются за оценки других людей. Они знают, что они красивые и интересные, и это знание в них непоколебимо. И если вдруг их любимый человек перестал так тоже считать, то они просто отдаляются, дистанцируются, и происходит это непроизвольно, естественно. В то время, как многие, большинство из вас, согласитесь, когда человек не очень хорошо поступает, наш близкий, да, по отношению к нам, мы, если и уходим, то делаем это демонстративно, да еще как бы оглядываемся, когда же нас позовут обратно. Ваша самооценка не должна питаться любовью и оценкой других людей, и даже если вас не любят те, кого любите и кто дорог вам, то, ну да, конечно, вы можете расстроиться, поплакать дома, тихо, в подушку. Но поплакали и хватит. Не нужно драматизировать и вообще перекраивать себя и менять срочно, как это делают многие, для того, чтобы вернуть кого-то, кто покормил бы вас любовью. Нет, вы должны питаться только собственным самоуважением, а не любовью других людей. Что вам может в этом помочь? Конечно же, развивайте ваши собственные ресурсы. Это может быть, что? Дом, работа, общение с друзьями, ваши родители, ваша семья. И пусть ни одно не будет в ущерб другому. Это все то, что делает вашу жизнь разнообразной. И вам самим будет интересно жить, и другим людям будет интересно общаться с вами. Женщинам же хочу посоветовать, чтобы вы всегда оставались финансово независимыми. Продолжайте работать, даже если вы встретили мужчину своей мечты, который против того, чтобы его, женщина, ходила на работу. Вот я считаю, что это всего лишь попытка кого-то поработить и лишить независимости. Кстати, прокачанный имидж, это еще и полная свобода от любой зависимости. А, кстати, чего вам не хватает для того, чтобы прокачать свой имидж? Делитесь в комментариях своими мыслями. Ну, а я с вами прощаюсь. Жду от вас лайки. И до новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока.